Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. На этой неделе прошло заседание общественного штаба Карачаева-Черкесии с участием члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода. Предметом обсуждения стал доклад независимого общественного мониторинга и обновленного золотого стандарта по общественному наблюдению при проведении выборов президента России. В режиме видеоконференц-связи Александр Брод отметил, что общественное наблюдение в России охватывает выборы всех уровней. В настоящее время в стране создана одна из самых продвинутых систем наблюдения за выборами со стороны общественности, отмечали эксперты. Именно Институт общественного наблюдения позволяет создать эффективно работающую систему контроля за выборами, представляющие не конкретные политические силы, а интересы всего российского общества. 11 марта у мусульман начинается священный месяц Рамазан. В течение 30 дней верующие будут соблюдать строгий пост от рассвета до заката. О значении этого месяца рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. И завтра, 11 числа, будем, иншаллах, держать у разу полный месяц. Что это значит для мусульманина? Аллаху Тагалла из всех 12 месяцев, три месяца он выделил священными. Это месяц Раджаб, месяц Шаабан и месяц Рамазан. Вот они прошли, Раджаб и Шаабан, и вот завтра, иншаллах, начинается месяц Рамазан. Тот человек, который живой, здоровый, мусульманин, он обязательно этот месяц должен держать. Для чего это дано? Аллаху Тагалла испытывает человека, как он будет себя вести во время поста, во время Рамазана. И вот в этот месяц не только остерегаться от питья, от еды, и надо остерегать то, что ты разговариваешь с людьми. Много болтать в это время нельзя, надо только делать зикр, восхвалять Всевышнего Аллаха, надо делать благодеяние, и это все будет засчитываться, иншаллах. Я надеюсь на то, что мы все в этот месяц, да и после этого месяца будем себя вести так, как подобает мусульманину. Мусульманин это кто такой? Тот человек, который делает добро. Добро для всех окружающих. Я вас всех прошу, в этот месяц делайте добро, восхваляйте Всевышнего. Рамаз, намаз, рамаза, это то, что предписано от Всевышнего. Само слово рамазан, это по-арабски, рамазан это месяц, рамазан. Каждая буква имеет свой смысл. Я об этом каждый раз говорю, но и не лишний будет напомнить. Первая буква, р, от слова рамазан, это рахмат, это милость Всевышнего, приходит в этот месяц. Вторая буква, М, это мауфират, прощение Аллаха, это приходит в этот месяц, рамазан. После идет буква зод, заман. Это время, говорит, тебя отделяет от рая. Вот это время, которое ты живешь на земле, вот это тебя отделяет от рая. А так, если ты полностью исполняешь волю Всевышнего, держишь у разум, иншаллах, ты будешь обладателем рая. После зод еще идет буква алиф. Аманамина нар, остерегающий от огня. Это тоже месяц рамазан. И в конце приходит нун. Нур-халин. Нур, это значит свет Всевышнего. Что это такое? Это Коран. Коран Аллаху Таала начал посылать именно в месяц рамазан. В месяц рамазан нам был не спослан Коран. Это вот то, как мы должны себя вести, как мы должны жить в жизни, в повседневной жизни. Поэтому я вас всех прошу, пусть Аллаху Таала даст нам силы и здоровье, чтобы полностью держать этот месяц. И на гаид-намаз, иншаллах, все вместе, если будем живы-здоровы, в Большой соборной мечети будем читать уже гаид-намаз. 230 посылок солдату передали учащийся и педагогический коллектив 10-й школы Черкеска волонтерам инициативной группы «Зов Родины». Этому предшествовала встреча учащихся с представителями группы, депутатами парламента и участникам СФО. Дети имели возможность не только познакомиться с живым героем, но также из первых уст узнать все интересующие их подробности с передовой. Мадина Каракетова далее. Дети слушали, затаив дыхание. Школьники так же, как и взрослые, живые интересуются происходящими геополитическими событиями. Специально в военной операции к ним обратился первый секретарь комитета КЧРО политической партии КПРФ Кемал Батаев. Вы тоже держите руку на пульсе жизни, что там происходит, и спросить непосредственно человека, который находится там уже полтора года, я думаю, вам тоже интересно. Все вы должны знать и понимать, что мы живем в довольно-таки трудное, переломное время. И эта специальная военная операция, конечно, не входила в никакие планы нашей мирной жизни, развития нашей страны. Но так получилось, что враг оказался в ворот, и нам пришлось, и президент принял решение о проведении специальной военной операции. Мы вместе должны поддержать наших бойцов для того, чтобы в скором времени мы победоносно закончили эту специальную военную операцию, освободили те регионы, которые решили жить в Российской Федерации, окончательно освободить от нацизма, чтобы они жили в мире, в согласии, вместе с нами, в большой нашей семье Российской Федерации. Школьникам было интересно узнать из первых хуста о ходе специальной военной операции. Они задавали вопросы участнику СФО Руслану Харченко, который уже два года находится на передовой, и который нашел возможность во время отпуска прийти к ним в гости. Руслан в свое время учился в этой же школе. Позже пробовал себя в разных профессиях, несколько лет проработал оператором на телевидении ГТРК «Карачаева-Черкесия», снимал репортажи и передачи, а когда была объявлена специальная военная операция, в числе первых ушел защищать интересы своей родины – России. Руслан рассказал аудитории о том, как приятно солдатам получать приветы из дома, особенно детские письма. Многие ребята их носили во внутреннем кармане, типа как, я не знаю, как Библия, как это называется, как реликвия, да, берет. Многие ребята, даже взрослые, молодые, носили их долгие, там, у меня в машине даже лежит такое письмо. Руслан Харченко также рассказал учащимся школы, что самое важное на поле боя – братство и взаимоподдержка. Это не раз спасало жизнь его боевых товарищей. Спросили дети и о том, как их встречали в Донецкой и Луганской областях. Местные жители очень-очень рады. Они выходили с пакетами, с яблоками, с какими-то пирожками, с радостью взрослой, с бабушкой, дедушкой. Ну и молодое поколение тоже очень. В принципе, дети очень рады. Всегда ты едешь, дети маршат руками, прыгают, радуются тому, что российские войска находятся там. Школьники практически завалили солдата вопросами. Спрашивали, страшно ли на поле боя, что входит непосредственно в его обязанности, где ему пришлось побывать, куда преимущественно бьет противник по войскам или в тыл, чтобы лишить возможности обеспечить войска необходимым. Много ли на СВО молодых людей, каков рацион питания российских войск. А еще спросили, чтобы он пожелал им, подрастающим поколениям. Я помню, когда мы здесь учились, у нас было понятие, чиркеская, чаяц, русский. Дети между собой из-за этого, бывает, ругались, бывает, мирились. А в зоне СВО такого нету. Когда ты какая-то, скажем, сплоченность объединяет людей, это уходит. Я бы хотел пожелать, чтобы дети не выбирали по национальности себе друзей или еще по какому-то признаку. Это не сильно важно, какой ты нации. Важно, какой человек и как он тебя поддерживает в жизни. Всего лишь это. Сделали учащийся подарок Руслану Харченко и всем военнослужащим, выполняющим свой воинский долг. Кира Щербу прочла стихотворение собственного сочинения. И вот опять, опять началась война. Она не так масштабна, как когда-то, когда деды за нас боролись натощак, Когда детишкам грамма хлеба было мало, Когда малышей водили на расстрел. В войну ту страшную сражались, как могли. У детей тоже есть своя награда. Сидя в засаде, шептали слово «мама». Враг держит у детского височка пистолет. Убийца. Выстрел, звон и тишина. Он глушит, дрожью до души пронзает. И птиц деревьях разогнал. Как тяжко было матерям. Дитя невинное погибло. Слезы сползают по щекам. Так холодно, так больно было. Сейчас герои наши, как проклятые, пашут. Пишут записки матерям и слезно просят ждать. Не волноваться. Все будет хорошо, мам. Я со всем, конечно, справлюсь. И пусть вернутся родные сыновья. Один из нас воюет стойко с огромной силой духа. И где-то, слыша краем уха, взорвался вражеский снаряд. И голову под синим небом пряча, надеются, что не умрут. Сосев в окопах, от врагов границу на сушу берегу. И я живу спокойно, так светло. Спасибо вам огромное, герои свои. Учащиеся и педагогический коллектив 10-й школы не раз принимали участие в акциях, направленных на поддержку военнослужащих. Волонтёр инициативной группы «Зов Родины» Лилия Шуштаева поблагодарила всех за такую активность и неравнодушие. И проинформировала, что инициативная группа продолжает работу по сбору гуманитарной помощи для госпиталей и будет благодарна за любое участие. В завершении встречи учащиеся 10-й школы и их учителя передали волонтёрам инициативной группы «Зов Родины» 230 посылок солдату, которые в тот же день были отправлены на передовую. Водина Каракетова, Ренат Мухов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова в Кисловодском цирке с театрализованным спектаклем «Девочка и слон». Успеете купить билеты. Категория 0+. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Измените качество жизни. Избавьтесь от катаракты за один день в Клинике 3Z. Подробности по телефону 8 800 533 90 82 и на сайте 3Z.ru Лучшие воспитатели республики провели показательные выступления в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России 2024». Его участниками стали победители муниципального этапа. Чем удивили детей и жюри педагоги дошкольного воспитания, насколько это событие значимо, расскажет Альбина Ламкова. Показательные занятия в средней и подготовительной группах стали ярким и волнительным испытанием для конкурсантов. Педагогам нужно было в течение 20 минут найти контакт с группой детей, незнакомых им ранее, заинтересовать дошкольников своими новинками и наработками, тем, что используют педагоги в практике. Несмотря на раннее утро, дошколята непоседливы, любознательны и открыты в общении. Удержать их внимание особенно непросто. Стали свидетелями и участниками интересных экспериментов ребята детского сада «Мамонтенок», а еще Баташева из детского сада Чолпан-Молокорчаевского района. Работает воспитателем 5 лет. Ранее трудилась в другой сфере. Теперь иная деятельность. Та, которая приносит радость и удовольствие, говорит конкурсантка. Любовь к детям. Понимать каждого, слышать каждого. Первый раз я на таком серьезном конкурсе. Конечно, волнуюсь. Но я хочу пожелать удачи всем участникам. Я думаю, выйти с районов уже на областной – это уже победа. Поэтому всем нам удачи. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России» проводится с 2011 года. И с каждым разом он становится насыщеннее и ярче, отметила министр образования и науки Корчаева Черкесии Инна Кравченко. Интересные практики демонстрируют наши работники дошкольного образования. Детки с удовольствием участвуют. Я считаю, что в системе дошкольного образования работают самые, наверное, надежные, самые преданные педагоги, которые вкладывают в наших деток частичку своей любви, тепла, знаний, умений, поскольку именно на дошкольном уровне закладывается основа завтрашнего дня любого человека и гражданина нашей страны. И наши воспитатели с огромным удовольствием делятся этой любовью, знанием и теплом. Немало свежих идей педагоги дошкольных учреждений почерпнут на конкурсной площадке. Настоящий форт Боярд был организован одним из воспитателей. Это спортивная интеллектуальная игра. Чтобы собрать ключи, дети участвовали в эстафетах, выполняли задания. Еще познакомились со старцем Фура. Когда все ключи были найдены, маленькие покорители форта отправились за кладом. И им открылась главная его сокровищница. Конечно, это непередаваемые эмоции от совместной работы, которая сплотила командный дух. Предполагается, что имя победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2024» будет названо 27 сентября, в день дошкольного работника, сказала Инна Владимировна. На этой неделе Карачаево-Черкесию посетил известный российский цирковой артист, дрессировщик, украдитель тигров Эдгард Запашный. Он снимается в кино, автори соавторяда книг. Дважды трюки цирка братьев Запашных были внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Народный артист России пообщался с актерами Республиканского театра, сотрудниками Госфилармонии, музея, библиотеки и Республиканского центра народной культуры, как и где прошла встреча в репортаже Аллы Динаевой. Директор Большого Московского государственного цирка и представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный встретился с деятелями культуры Карачаева-Черкесии в Центре инновационного молодежного творчества. Эдгард Вольтерович не только артист цирка, но и занимается общественной работой, входит в ряд правительственных комиссий, и поэтому поговорить можно было на большое количество тем. Встречу решили провести в формате вопрос-ответ, рассказал Эдгард Запашный и о мотивации, которая помогла ему стать известным дрессировщиком «Тигров». Я задумался, а что мне надо в жизни сделать, чтобы собирать стадионы, а что мне нужно в жизни сделать, чтобы оказаться на федеральных каналах, а что мне нужно сделать для того, чтобы пожать руку президенту, стать лучшим в своей профессии. Как это сделать? Я для себя определил, что нужны ориентиры. С 2018 года Эдгард Запашный включен в состав Совета при Президенте по культуре и искусству, а с 2019 года он член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы Федерального собрания России. Отвечая на вопрос, что нужно изменить в работе Министерства культуры, он сказал, что ведомству лучше работать в плотном взаимодействии с Министерством образования. «Сейчас эти министерства каждый сам за себя, но объем работы, который они должны выполнять, мне кажется, должно быть вместе. Вот это нахождение с Министерством образования общих линий соприкосновения и особенно по работе с молодежью мы с вами просто-напросто обязаны». Рассказал Эдгард Запашный и о работе цирка. «Тигр прыгает в огонь, и это один из самых легких трюков в цирке, только потому, что он понятия не имеет, что такое огонь. Он никогда в жизни не обжигался, в отличие от нас с вами». Большой московский цирк на проспекте Вернадского, которым руководит Эдгард Запашный, крупнейший стационарный цирк на европейском пространстве. Это высокий образец культуры цирковой деятельности и школы русской дрессуры, в котором трудится более 500 человек, и уже больше 50 лет они собирают аншлаги. В Карачево-Черкесию с гастролями цирк не приезжал. «Сейчас даже при всем желании цирк «Братья Запашный» не сможет приехать ни на одну площадку. Почему? Потому что зритель от нас ждет исключительного качества. А что это значит? Что мы должны привезти сюда порядка 150 людей, артистов, обслуживающего персонала, штук 20 фур оборудования, свет, звук, экраны, декорации, машинерия и все остальное. И это можно установить только на тех или иных, ну, каких-то спортивных объектов с учетом построения еще и зрительного зала. Но очень бы хотелось, очень бы хотелось. Поэтому маленький, уютный Кисловодский цирк нам сейчас более подойдет, чем любая другая площадка уже непосредственно в городе. Но я бы хотел лишний раз обратить внимание, и, надеюсь, буду услышаны, главой республики, что если в дальнейшем будет возводиться какое-то новое сооружение, делать его сразу многофункционально, которое могло бы ряд мероприятий обеспечивать. Цирк, концерт, спортивная площадка. Чтобы это было с хорошим трансформированным зрительным залом, мест на 2000 примерно, лучше кругового формата, чтобы и ринг можно было туда поставить, и борцовский ковер. На встрече поинтересовались и судьбой тигра Рой, который во время подготовки финального трюка травмировал циркового артиста. Я убежден, что животные, которые взаимодействуют с человеком, они благодаря мозговой активности становятся умнее. И работа дрессировщика – это, прежде всего, работа на психологическом уровне. Потому что надо суметь опуститься до его уровня, научиться ему объяснять и потихонечку поднимать его интеллектуальный уровень. И через века-века, я убежден, человек же умнее становится, правильно? Ведь наши сейчас с вами познания, они несравнимы с теми познаниями, которые были еще сто лет назад. Это очевидно. И животное, может быть, не в такой яркой форме, но тоже. Значит, тигр, которого вы видели на конце, в конце, вот это моя помощница Наталья была, это и есть тот самый Рой, Рой, который ударил меня по лицу. У меня шрам под глазом небольшой. Вот вы видите, в здравии жив-здоров. Поэтому мифы о том, что животное, если нападает на человека, тут же под уничтожение – это все миф. Каждый раз, когда на дрессировщика, на опытного нападает животное, дрессировщик вину берет прежде всего на себя. Если вас укусила собака, виноваты вы сами. Что-то вы сделали не так, недооценили ее, не предохранялись, неправильное действие произвели, в принципе, переоценили свои возможности, но ответственность должны вы брать на себя. Диалог известного дрессировщика и работников сферы культуры продлился более часа. Я доволен встречей. Почему? Во-первых, мне приятно познакомиться с лучшими представителями культуры в вашем великолепном городе, в вашем великолепном регионе. У деятелей культуры есть возможность сегодня, и она должна продолжаться быть услышанной. А за самый интересный вопрос спикеру Эдгард Запашный подарил свою новую книгу «Как понять хищника». Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии подвели итоги месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». В торжественном мероприятии, прошедшем в филармонии, приняли участие представители ряда ведомств и коллективы муниципальных образований региона. Подробности в сюжете Артура Мхце. Тарас Гайворонский учится в седьмом классе лицея поселка Медногорского. Всего за год о юноше из Карачаево-Черкесии узнала вся страна. В начале 2023-го он стал очевидцем того, как двое ребят попали в ледяной капкан. Я побежал, сначала снял куртку, чтобы, если я упаду в воду, не войти на дно. Снял куртку, сначала начал их тянуть за руки, не получалось, потому что лед ломался еще подо мной. Я взял палку, чтобы вытянуть их на расстояние. Тарас мечтает работать в МЧС, и все необходимое, чтобы стать отличным спасателем, у него есть. А самого юношу можно считать примером для многих сверстников. Неудивительно, что Тарас оказался в числе приглашенных на подведение итогов месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы, которое прошло в Черкесске. В здании Республиканской госфилармонии оказались многие из тех, кто постоянно участвует в различных значимых для страны и региона мероприятиях. Патриотическая работа проводится на систематической, постоянной основе. Это не только месячник. Мы говорим, что наше образование – это в первую очередь воспитательная работа, а потом уже, конечно, обучение. Поэтому патриотическая работа сегодня является приоритетным направлением в образовательном процессе. И ребята в нынешних мероприятиях доказали, что они готовы служить своей России и стать на защиту нашей великой и прекрасной Родины. Движение первых уделяет огромное внимание патриотике. Мы – граждане нашей великой страны. И мы должны понимать, какой ценой была дана нам свобода, такой ценой была дана нам победа. Естественно, мы все за то, чтобы дети с малых лет понимали, что мы великая держава и что действительно каждый гражданин своей страны должен любить то место, где он родился. В этот день со сцены Госфилармонии звучало немало лестных слов в адрес воспитанников образовательных и патриотических коллективов, а также их наставников. Ребята и педагоги в течение месяца участвовали во многих мероприятиях, благодаря которым они лучше узнали о такой профессии, как защитник Родины. Победители муниципальных конкурсов были отмечены наградами и благодарственными письмами, а школьник из поселка Медногорского Тарасга и Воронский удостоился почетной медали Совета Федерации. Артур Мовцемиха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкесия. В рамках Пятого духовно-патриотического спортивного фестиваля «Дети России. Посланники мира» провели экскурсию детям из ДНР. Более 50 участников фестиваля посетили историко-культурный музей-заповедник и Никольский собор республиканской столицы. Подробности расскажет Дарья Тендит. Первая остановка участников фестиваля была в Черкесске в Никольском соборе. После долгой дороги гостей пригласили на обеденную трапезу. Участников фестиваля поприветствовали и пожелали хорошей экскурсии. Встреча проходила в дружелюбной и теплой атмосфере. Для нас, для тех людей, которые живут здесь, в Карачаево-Черкесии, это очень важное событие. И мы надеемся, что молодежь не только Карачаево-Черкесии и Донецкой республики, но вся молодежь России объединится и мы будем вместе сотрудничать и узнавать историю нашей страны. В музее Никольского собора гостям рассказали об истории православия и казачества в Карачаево-Черкесии. Также представили новую экспозицию, посвященную воинам-участникам СВО нашей республики. На память о встрече детям подарили сувениры. Мы рассказываем об истории православия на территории Карачаево-Черкесии. Знакомим их с экспонатами нашего музея истории церкви и казачества и с историей нашего Никольского собора. Мы будем очень рады снова видеть их у нас в гостях. Экскурсия продолжилась в соборе. Священник Александр Гурин рассказал ребятам об истории создания и ознакомился с особо чтимыми иконами. В знак признательности воспитанники церковного хора из Горловки исполнили церковные песнопения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сделав совместное фото на территории Никольского собора, ребята отправились в выставочный павильон природного музея-заповедника имени Байчёрова в Черкесске. Участников фестиваля познакомили с историей и культурой нашего многонационального региона. Дети с особым любопытством слушали экскурсоводы и рассматривали представленные экспозиции музея. Наблюдать было за этим очень интересно, рассказывать также интересно. Очень красивые наряды использовали в то время. А в Черкесии я бы очень хотела вернуться, потому что здесь мне понравилось больше всего. Духовно-патриотическая программа фестиваля направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление духовности и популяризации традиций многонациональной России. Мы их знакомим с нашей историей, с нашей страной, с Карачаевой-Черкесией, с нашей русской православной церковью, культурой. В этом состоит наша общая задача и миссия. Надеемся, что следующий фестиваль будет летом этого года. Здесь же, в Тамбае, в Карачаево-Черкесии, потому что у нашего фестиваля очень-очень много друзей, партнеров, организаторов, самых замечательных людей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Во Дворце культуры Черкесии выступил военный оркестр штаба Северокавказского округа Росгвардии в рамках ведомственной музыкально-патриотической акции «Прощание славянки. Марш объединившей народы». Данный проект приурочен к 140-летию со дня рождения легендарного музыкального произведения военного дирижера и композитора Василия Агапкина. В атмосферу живой музыки окунулся и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Настоящий живой оркестр с разнообразным репертуаром обрадовал жителей республиканской столицы. Важно отметить, что выступление оркестра штаба Северокавказского округа Росгвардии сопровождалось рассказами о жизни композитора и военного дирижера легендарного марша «Прощание славянки» Василия Агапкина. Мы хотим подарить нашим зрителям красоту и тепло наших родных отечественных песен и отрадно видеть, что многие нас с удовольствием слушают. И в Карачаево-Черкесии подчеркнул начальник оркестра штаба Северокавказского округа Росгвардии Леонид Заготовкин. Публика встречает радушно, потому что в нашем обществе заложена любовь к военно-духовому музыке, к духовому оркестру. И живая музыка, конечно, всегда приветствуется на ура. Поскольку у нас очень много высококлассных специалистов, люди встречают тепло, с любовью. Посмотреть выступление оркестра пришли и сотрудники Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Это прекрасная возможность услышать профессиональное исполнение всеми нами любимых военно-патриотических песен. У данного оркестра обширная программа по воинским частям Северокавказского округа войск на Санкт-Гвардии. И вот сегодня они удослужили к нам прибыть на данный концерт и дать нам концерт личному составу. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, необходимое для войск, необходимое для личного состава, для всех сотрудников, ну и, соответственно, конечно, для детей, для подрастающего поколения. Оркестр знакомил всех собравшихся с произведениями Василия Гапкина. Каждое музыкальное исполнение завершалось бурными овациями. Их игра заставляет проникнуться и бывало так, что мы даже начинали подпевать, отмечают зрители. Приятно видеть, что благодаря выступлению такого оркестра мы сохраняем наши патриотические песни. На хорошем профессиональном уровне духовые звучат стройно, очень хорошие солисты. И тематика концерта просто трогает за душу. Больше таких концертов, потому что патриотика сейчас, это мы, значит, все вместе. Вызвало бурю аплодисментов и исполнение отечественной рок-музыки духовым оркестром. Группа троги на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.